Есть такое выражение касательно наших любимых хвостиков «бананы в ушах». Это означает, что когда владелец отпускает своего питомца погулять без поводка во дворе или в парке, тот начинает заниматься своими очень важными собачьими делами, приставать к людям, к чужим собакам. А когда владелец зовет его, тот просто игнорирует и делает вид, что оглох, ослеп и это вообще не про него. Таких собачек, наверное, 99%. Мало кто бросает все свои дела и бегом бежит к хозяину. А ведь бананы в ушах – это опасно. Собака, игнорируя своего владельца, может подбежать к агрессивному чужаку и случится драка. Может попасть под машину, может начать приставать к детям, напугать их и будет скандал с их родителями. Да мало ли что еще может случиться, если ваш питомец сделает вид, что вас не слышит. Умение без промедления подходить на зов хозяина, так называемый отзыв, это один из самых важных навыков, которые должна приобрести ваша собака. Но обучение отзыву – это непростая задача, так как собаки находят так много интересного вокруг себя и считают, что хозяин подождет, ничего ему не сделается. Поэтому, чтобы создать надежный отзыв, мы должны научить наших собак тому, что быть рядом с нами – это самое веселое и суперское для них. И нет ничего лучшего на свете, чем сразу же бросить все свои дела и поспешить к вам на зов. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, а я занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Питомник лабрадора from Labraland, город Одесса. Итак, поехали! Надежный отзыв Надежный отзыв означает, что когда вы зовете свою собаку, вы на 99,9% уверены, что она с энтузиазмом отреагирует. Собаки не роботы, поэтому нет никакой гарантии, что они послушаются команды. Тем не менее, при должном усилии с вашей стороны, можно вполне успешно обучить этому важному и полезному навыку своего питомца. Важной частью обучения отзыва является превращение обучения в игру для вашей собаки. Начните тренировку в спокойном месте, где поменьше отвлекающих факторов, например, в малолюдном парке или на огороженной собачьей площадке, когда там никого нет. Сначала покажите собаке игрушку или лакомство, похвалите ее, когда она подойдет к вам, а затем вознаградите ее. После нескольких повторений, всякий раз, когда ваша собака смотрит на вас и начинает двигаться к вам, добавляйте выбранную вами команду. Например, ко мне, сюда или любую другую, которую вы выберете по своему вкусу для этого навыка. Обязательно добавляйте команду только тогда, когда уверены, что ваша собака движется к вам. Вы можете постепенно усложнять задание, попросив собаку подойти, прежде чем показать ей лакомство. Но не забудьте вознаградить ее супер угощением, например, кусочком курицы, сыра или говяжьей печени, как только она подойдет. Кроме того, попробуйте медленно увеличивать расстояние между вами. Разучите со своим любимцем такие игры. Первая игра. Поймай меня. Выгуливая собаку на поводке или лучше на длинной рулетке, привлеките ее внимание, затем резко повернитесь в другую сторону и пробегите несколько шагов. Когда ваша собака развернется в вашу сторону и начнет подбегать к вам, скажите ей «ко мне» или любую другую команду отзыва. Через несколько шагов остановитесь и наградите ее лакомством или игрушкой. Прежде чем бежать, убедите, что ваша собака смотрела на вас и не занималась чем-то своим, чтобы не дернуть ее за шею. Вторая игра. Найди меня. Вы можете играть в эту игру дома. Позовите свою собаку из другой комнаты. Когда она найдет вас, похвалите и поощрите ее. Эта игра в прятки доставит массу удовольствия как щенкам, так и вам. Третья игра. Горячая картошка. Раздайте своим домочадцам по пакетику с лакомствами и рассредоточьтесь по дому. Затем по очереди зовите собаку между собой. Вознаграждайте своего питомца каждый раз, когда он подходит к тому, кто его позвал. Распространенная ошибка обучения – подозвать питомца, надеть поводок и пойти домой. Собака в этом случае научится воспринимать отзыв как знак того, что веселье закончилось. Поэтому она будет подходить к вам с неохотой в будущем, если вообще подойдет. Лучше всего это подозвать собаку, похвалить и дать лакомство. А затем отпустить ее и позволить вернуться к тому, что она делала раньше. Если это, конечно, не что-то запрещенное. Если вы кричите своему любимцу «Ко мне! Ко мне! Ко мне!» и так много раз, то это не рабочая и испорченная команда. Обычно люди даже не замечают этого. Они видят, что собака их игнорирует и стараются повторить команду миллион раз, надеясь, что их любимец все-таки когда-нибудь обратит на них внимание. В этом случае лучше всего изменить испорченную команду на что-то новое. Например, если вы раньше использовали «Ко мне!», можно заменить ее на «сюда!», «к ноге!» или на любое другое слово по вашему желанию. Вернитесь к самому началу обучения при вводе этой новой команды. И маленькие секреты успешного обучения. Первое. Не повторяйтесь. Если вам приходится повторять свою команду, это значит, что окружающая среда слишком отвлекает вашу собаку. Или же она недостаточно хорошо понимает ее значение, а вы слишком торопитесь. Второе. Поощряйте зрительный контакт. Когда вы замечаете, что ваша собака смотрит на вас или сама выбрала быть рядом с вами, словесно похвалите ее и дайте лакомство. Поначалу вы можете использовать много лакомств, но вы закрепляете важный навык. Постепенно количество лакомств уменьшают, заменяя их словесной похвалой или обнимашками. Третье. Никогда не наказывайте собаку за то, что она подошла к вам. Даже если вы расстроены тем, что она не торопится. Прежде чем подойти, всегда хвалите отзыв. Четвертое. Вознаграждение должно быть достойным и ценным для вашего питомца. И вот должен ждать ценный приз за хорошее исполнение команды. Пятое. Тренируйтесь ежедневно и не спешите. Медленно увеличивайте сложность и уровень привлечения внимания собаки к себе. Слишком быстрый темп может сбить собаку с толку и снизить надежность исполнения команды. Шестое. Если вам требуется отзыв экстренной ситуации, не гоняйтесь за собакой. Скорее всего, это заставит ее продолжить игру, убегая от вас. Вместо этого попробуйте убежать от собаки, чтобы заинтересовать и побудить ее игрой в догонялки за вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.